Мы! Россия! Мы! Сильны! Мы! Из Омска! Мы! Труды! Они из Омска и они самые лучшие. Отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, творческие одаренные дети. Они маленькие труженики и за свои большие успехи награждены путешествием в Москву, на главную елку страны, в Кремль. Я сильно обрадовался, потому что, во-первых, такой случай может быть всего лишь раз в жизни. И я считаю, что мне сильно повезло с этой радостью, что я поеду в Москву. Я как бы первый раз лечу на самолете. Мне будет интересно лететь. Я буду смотреть везде все. Там должна быть какая-то обстановка такая необычная. Там у людей должен быть такой какой-то эмоциональный всплеск. Ведь они ни разу там не были. И все должно быть так интересно, красиво и познавательно. Я надеюсь встретить Путина или Медведева. Подержать его за ручку хочу. Перед поездкой 80 мальчишек и девчонок, делегация Томской области, почти весь декабрь провела в детском оздоровительном центре в Красноярке. Это подарок губернатора. Без отрыва от учебы дети получили курс санаторно-оздоровительных процедур, участвовали в обширной культурно-развлекательной программе центра. Ребята 21 день провели здесь, в оздоровительном лагере. И они показали, насколько они хороши, какие они замечательные, какие они талантливые, какие они способные. Это достойные представители, детворы нашей Омской области на новогодней елке в Кремле. Они удивляют нас каждый день и это, не знаю, не передать то, что эти дети могут, то, что эти дети умеют. Они, конечно же, отличаются на фоне других детей и мы всегда рады работать с такими детьми и желаем, чтобы их было гораздо больше. Каждый год в течение последних десяти лет президент России приглашает самых лучших детей из всех регионов в Москву, в Кремль, на общероссийскую новогоднюю елку. В столице у ребят насыщенная программа. Кроме праздника в Кремле, экскурсии по достопримечательностям Москвы. Программу пребывания детей и проживания финансирует администрация президента. Часть затрат несет регион. Мы десятый раз участвуем в этом празднике новогоднем и всегда с желанием и интересом готовим детей к этой поездке. По поручению губернатора Омской области этой работой занимается Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Вся организационная работа проводится нами и мы сопровождаем детей на елке. Организаторы смогли уберечь всех до единого делегата в Кремлевской елке и от сезонных простуд. Условия поездки в этой части строгие, заболевшие из команды выбывает. Медики в зимнем лагере проводили регулярные профилактические процедуры. Кроме того, с детьми в поездку отправились и 20 сопровождающих взрослых, ответственных за их жизнь и здоровье. Мы должны организовать их безопасное пребывание на транспорте, во время передвижения, в гостинице. Это наша главная задача. Юля и Соня из разных омских школ. Они подружились здесь, в оздоровительном центре. Юля – отличница и спортсменка, занимается БМХ-спортом, имеет массу наград в соревнованиях. А Соня за выдающиеся успехи в учебе была признана жемчужиной школы номер 58. Юля – представляю, как бы такой большой зал просторный, много будет людей, елка будет большая очень, ну все будут радоваться. Про саму елку я хочу сказать, что я представляю такую большую-большую зеленую яркую ель, на которой красные такие, с отблизком шары и длинные гирлянды. И самое главное, под ним гора подарков. Сразу по приезду девочки пообещали рассказать, как их ожидания совпадут с впечатлениями. Делегация улетела в Москву 24 декабря. А в Омске тем временем стали зажигать праздничные огни губернаторские елки. В СКК имени Блинова в театрах, музыкальном и Орлики. На представление приглашены 13 тысяч детей со всей Омской области. Открытие череды праздничных мероприятий состоялось в СКК имени Блинова. Дети увидели красочный спектакль с участием московских артистов, мастеров ледового шоу. Романтичная, нестареющая сказка о Золушке перенесла всех ребят в страну чудес. По традиции омскую детвору с новогодними праздниками на одно из представлений в СКК имени Блинова пришел поздравить и губернатор Омской области Леонид Полежаев. Вы здесь встречаетесь со многими другими детьми из других районов, из других школ, знакомитесь, обмениваетесь впечатлениями. Но вот это минуты, проведенные здесь, на этих трибунах, перед этим и домом, перед этим концертом, это безусловно незабываемые впечатления уходящего года и встречи нового года, в котором вы все для себя загадали. Загадали, наверное, самые лучшие и самые искренние желания. И я хотел бы, пользуясь случаем, от лица правительства Омской области, больше может быть, от самого себя, пожелать вам здоровья, благополучия, исполнения всех ваших желаний. Пусть ваша дорога в этом мире будет широкой, светлой и счастливой. С Новым годом, дорогие дети! Губернаторские елки продлятся до 4 января. И шанс на них побывать есть и у ребят, которые 28 декабря вернулись с общероссийской кремлевской елки. Юля и Соня, как обещали, пришли поделиться впечатлениями и захватили с собой президентские подарки. Понравился концерт, спектакль, было очень много ярких костюмов, и сама сказка была очень интересной. Больше всего запомнилось, наверное, то, что нас поздравляли космонавты. Была прямая трансляция. Они нам пожелали всего хорошего в Новом году и также больших успехов. Было приятно слышать от них эти пожелания. И как бы что они были высоко и далеко, можно сказать, что мы тоже были в космосе далеко от своего дома. Еще нам подарили вот такие вот значки. Я когда смотрю на него, вспоминаю рубиновые звезды и ту сказку, в которую я попала. Девочки еще рассказали, как летели в самолете, в какой прекрасной гостинице жили, как осматривали московский Кремль, какое необыкновенное новогоднее представление видели на главной новогодней елке страны. Но по их признанию, самое главное приобретение всех этих предновогодних событий это хорошие друзья, которых теперь у Сони и Юли десятки по всей Омской области.